Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, всем здравствуйте! Приветствую вас на федеральной территории Сириус в Эмеретинской долине, в сердце Олимпийского парка, на стадионе Фишт, где сегодня пройдет матч в рамках морского кубка сезона 24-25 МЛБТ Первой Лиги, где сегодня пройдет дерби Черного моря. Сочи принимает Черноморец в матче между командами, которые должны были, по идее, совершенно иные результаты демонстрировать. Поехали! В составе команд, к вашему вниманию, начинаем с гостей. Черноморец, Новороссийск, голкипер номер первый Данил Фролкин тут же поддерживает атаку. Руслан Магаль, удар в скоплении футболистов в бело-синих цветах, подбор также за Русланом, подача, опасно, удар 1-0! На пятой минуте открывает счет Сочи, и это Сауль Гуарерапа. Дождались, правда? Многие говорили о том, что у Роберта Мурена сложная игровая конструкция, сложные попытки добраться до финальной трети. Витиеватый розыгрыш мяча. Красиво Никитин как здорово действует на первых минутах, обыгрывает 1-1. Слева свободный Гуарерапа. Попытка удара в дальний угол, добивание опасно, еще гол 2-0 Сочи! Третий гол Руслана Барта в этом сезоне! Как же он тонко чувствует позицию, которую требуется занять внутри чужой штрафной площади. Как же здорово Барт чувствует отскок. Оказывается, там, где мяч будет через пару секунд для того, чтобы его добавить в чужие ворота, примерно так и забивает в нынешнем сезоне. Экс-нападающий Акрона Руслан Барт. 2-0, и это катастрофа! Это кошмар! Что-то позитивное для черноморца на первых минутах. Кротов, двое перед ним, удар! Карабашев роняет мяч, набивания не будет! Произведено, поскольку на мгновение опередил Карабашев Данила Курченко и не позволил тому пробить сквозь самого себя. Рано или поздно все равно находят возможность для обострения, для перемещения в последнюю треть подопечный Роберто Мурэно. Подача под удар в касание! Фролкин! Но он обязан был справляться с этим мячом, хоть и это было очень непросто. У своих ворот есть определенные трудности. Розыгрыш, подача Хабалова, удары, это гол! Андрей Окладников сокращает отставание. Ошибка Никиты Карабашева. Патентованная ошибка на выходе. И 2-1. Предупреждение. Спасибо большое. Вот такой удар! Мощно и на контроле Фролкин. Не каждый голкипер в подобной ситуации рассматривал бы такой вариант, однако хлопнул от души. Мастер игры на втором этаже. Вторит ему партнер, однако подбор в глубине за Магалем. Магаль, удар, опасное добивание еще возможно! Барт! Мистер Шлагбаум, Виталий Стешко, перекрывает доступ к мячу в ближний угол ворот Фролкина. И опять-таки, посмотрите, если есть возможность сыграть на добивании, то чаще всего она принадлежит именно Руслану Барту. Ланин пока все это к обострению не ведет. Пытаются справа раскидаться здорово, причем пытаются новороссийские футболисты подача! И не попадает с острого угла слет у Алан Хабал. Пространство в наличии у Черноморца. Передача правее. Ленин. Стеночку разыгрывают они с партнером. Мяч оставлен под удар с левой ноги. Успевает каким-то невероятным образом среагировать Никита Карапашев. Хотя многие скажут, что мяч сам в голкипера Сочи прилетел. Это был второй голевой шанс для Черноморца за последние несколько минут. Через Антонова. Обыгравшись, все-таки мяч на бровку доставляют гости. Красильниченко в штрафную. Внимание, опасная ситуация! Скачет мяч, удар выше ворот! А вот он и момент. Возможно, тот самый момент. Очень пассивно отработали данный эпизод внутри своей штрафной площади. А вот и, возможно, по ценовес моменту Сочи. Гуарри Рапа направо. Не прошла передача. Не будет и утара. Приходится играть Черноморцу на вынос. Притом, что уже идет шестая из пяти компенсированных минут. Неужели поражение? Да. Для одних поражение, для других победа. Вторая подряд. Виктория Сочи. Первая дома с 12 мая. Одержана благодаря двум ранним голам на пятой и восьмой минуте. Благодаря голам Гуарри Рапы и Парта. Одним мячом отметились новороссийские футболисты. Это был гол Андрея Окладникова. Было это уже ближе к концу первого тайма. Продолжение следует.